Здравствуйте, я Наталья Акаманюк, врач-кардиолог. И сегодня мы поговорим о диагностике артериальной гипертонии. Диагностика артериальной гипертонии на самом деле не очень сложна. Она основывается на повышенных цифрах артериального давления. Если у вас в семье есть родственники, которые болеют гипертонической болезнью или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, у вас есть факторы риска или какие-нибудь жалобы сходные из гипертонии, измерьте, пожалуйста, свое давление. И если оно неоднократно выше, чем 140 на 90, обратитесь к врачу для правильной диагностики, так как только доктор сможет подобрать правильную схему диагностики, подходящую именно для вас. Только специалист сможет одифференцировать первичную гипертонию от вторичной. Если у вас вторичная гипертония, вам потребуется консультация смежных специалистов. На амбулаторном приеме у врача врач грамотно соберет ваш анамнез, выявит все факторы риска, наследственность, сопутствующие заболевания, может быть, вы принимаете какие-то препараты, которые ведут к повышению давления, проведет объективный осмотр и назначит план обследования. К обязательным клинико-лабораторным обследованиям относятся общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы натощак, тест на толерантность к глюкозе, липидный спектр крови, электролиты, электрокардиограмма, а также осмотр глазного дна окулистом. Дополнительные методы обследования назначаются для уточнения повреждения со стороны органов мишени, это сердце, почки, сосуды или головной мозг. Они назначаются по усмотрению лечащего доктора. В настоящее время, пользуясь современными методами обследования, диагноз можно поставить достаточно быстро и начать эффективное, необходимое для вас лечение. Завтра мы с вами поговорим о методах профилактика и лечении гипертонической болезни. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok